Кунгур оптика, стильные оправы по стильным ценам. Прямые поставки из Москвы, новое поступление каждую неделю. Ликвидация старых коллекций, скидки 10, 20, 30%. Очки от Кунгур оптика, очки в вашу пользу. Магазин оптика, улица Голованова, 83. Оптика для всей семьи, улица Ленина, 71. Мы здоровья всем желаем, воду на дом доставляем. Только с чистой водой будешь долго молодой. Срочно нужна живая вода? Звони 412-82. Время копить. Суперставка по вкладам в Металлинвестбанке до 10% годовых. Успейте накопить на мечту. 8 800 250 97 97 по ОКБ Металлинвестбанк. Дом – это место, где чувствуешь безопасность, комфорт, куда всегда хочется вернуться. Уютное, стильное, экологичное изделие из джута и хлопкового шнура, ручной работы мастера Ирины Жуковой добавят тепла и уюта вашему дому. Изделия в наличии на заказ по вашим размерам. Выбирайте для себя или на подарок. В эфире Кунгурское телевидение. И мы готовы рассказать о событиях Кунгурского муниципального округа в нашем информационном выпуске. В студии Анна Качанова. Здравствуйте. На безвозмездной основе молодежь Кунгурского округа помогает развозить лекарства от ковида. Волонтеры забирают препараты из больницы и доставляют их по адресам. В этот раз вызвались работать студенты сельхозколледжа. Артем Суботин и Семен Артюмаков. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Кунгурском округе Управление молодежной политики и туризма продолжает работу с волонтерами. Ребята помогают развозить лекарства заболевшим. Тем, чье состояние позволяет лечиться дома на самоизоляции. В этот раз работали студенты из сельскохозяйственного колледжа. Наш руководитель попросил нам помочь развести лекарства по адресам, которые нам выдали. И мы решили развести помочь людям. Ребята работают с ковидными больными, поэтому все они имеют сертификаты вакцинации. Также молодые люди не забывают и о масках с перчатками. Но все-таки передают препараты бесконтактным способом, оставляя их на ручке двери, соблюдая дистанцию. Расписываться за полученное лекарство не нужно. Они выдаются бесплатно. Как вы себя чувствуете, подскажите? Нормально. Все хорошо у вас? Выздоравливаете? Да. Отряд волонтеров пополняется. Ранее сообщалось, что нужны люди с личным транспортом. Но ради благого дела автомобиль может предоставить и администрация округа. Впереди еще немало работы. Специалисты прогнозируют спад заболеваемости только к концу февраля. Поэтому помощь волонтерских отрядов неоценима. В Прикамье с каждым днем увеличивается число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Люди с нетерпением ждут помощи. Они нуждаются в лекарственных препаратах и в лечении. И здорово, что эту помощь они могут получить от молодого поколения. Кунгурская ледяная пещера – жемчужина Пермского окрая. Природная достопримечательность. Стоит в себе множество тайн и загадок. Вчера в гроте морское дно обнаружили настоящий привет из прошлого. Записку 1946 года нашли местные инженеры. Алена Казанцева и Алексей Красиков – инженеры Кунгурской пещеры. Исследуют гроты каждый день. Молодые люди регулярно проводят микроклиматический мониторинг. Проверяют датчики, фиксируют температуру. Вчерашний обход стал для специалистов и в целом для всей пещеры настоящим событием. В 300 метрах от входа Алена и Алексей получили привет из прошлого. Записка 1946 года ждала их в гроте морское дно. Вчера мы замирали температуру воздуха, собирали наши логеры. И вот в этой нише мы нашли бутылку с такой интересной находкой. Весточку из прошлого написали студенты первого курса, геолога географического факультета Молотовского, ныне Пермского госуниверситета. На листке указаны фамилии и подписи. Всего порядка 20 штук. Специалисты пещеры предполагают, что в то время у студентов в гротах проходила практика. Память об этом событии молодые люди решили сохранить именно таким образом. Вытащить из бутылки записку, не повредив ее, оказалось не так-то просто. Сначала мы хотели достать пинцетом эту записку, но нам не удалось, поскольку записка начала рваться. И мы тогда решили, недолго думая, разбить бутылку. Но бутылка сама по себе была интересная, из-под уксуса, с гранями такими интересными. Мы разбили и увидели, что здесь записка от 16 июня или июля 1946 года. В день находки специалисты сразу обратились в университетский архив, чтобы идентифицировать подписи с учащимися в те годы. Возможно, удастся найти этих людей или же их родственников. Находка останется в музее Кунгурской пещеры, а копия записки будет размещена на месте ее обнаружения. Стоит отметить, что различные интересные вещи в пещере находят регулярно. В рамках съемки, которая в 60-х годах проводилась, там 60-й, 64-й, там батарейки находились, то есть ведра, какое-то оборудование старое, которое использовалось при съемке. То есть вот такие находки тоже были. Ну, свечки, агарыши старые, которые больше 50 лет, тоже это все находилось. То есть, ну, частично что-то у нас в музее представлено, что-то до сих пор даже там осталось. Чаще всего следы пребывания людей в Кунгурской пещере находят на скальных образованиях. Туристы пишут свои имена на протяжении всей туристической тропы, что, естественно, плохо сказывается на привлекательности природной достопримечательности. Оставлять свои автографы в Ледяной пещере начали еще в 19 веке. Самая давняя надпись датируется 1801 годом. Сейчас здесь для этого сделали отдельное место. Через гроты Ледяной пещеры тянется целая нить поколений. Возраст Кунгурской пещеры оценивается в 10-12 тысяч лет в подземном царстве. 48 гротов, 70 озер, 146 высоких шахт. Сейчас пещера по праву считается жемчужиной Пермского края. Ее гроты исследуют по сей день. Не спеша ледяная красавица раскрывает свои тайны одну за другой. Вот уже половину столетия существует такое подразделение госавтоинспекции, как регистрационный экзаменационный отдел. Каждый водитель хоть раз обращался сюда, ведь широкий спектр оказываемых отделом услуг имеет повышенный спрос. Так чем же могут помочь сотрудники РЭО, как начинающим, так и опытным водителям, разбиралась Светлана Ушакова. 13 февраля – день образования регистрационно-экзаменационных подразделений госавтоинспекции. Накануне профессионального праздника мы решили рассказать и показать, как проходят рабочие будни сотрудников дорожной полиции. В холле госавтоинспекции нас добродушно встречают сотрудники, предлагая свою помощь, а значит, блуждать здесь не придется. С самого утра все специалисты заняты на своих рабочих местах, оказывая регистрационные услуги. Один за другим к свободным окошкам подходят люди, у каждого назначено свое время, что полностью исключает утомительного ожидания в очередях. Работа регистрационно-экзаменационного подразделения является очень важной и ответственной, ведь именно здесь заветные удостоверения получают начинающие водители. Сдают экзамены абитуриенты автошкол и регистрируют свой транспорт все жители нашей территории. Регистрационно-экзаменационное отделение Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» оказывает государственные услуги по приему экзаменов на право управления транспортных средств, по регистрации транспортных средств, по обмену и выдаче водительских удостоверений. Так, за 2021 год нашим подразделениям оказано свыше 11 тысяч регистрационных действий и свыше 3700 выдано водительских удостоверений. Сегодня в штате подразделения служат два десятка сотрудников, каждый из которых вносит огромный вклад в работу отдела. Как попасть на прием в РЭО, легко, отвечают специалисты. Благодаря современным технологиям записаться можно онлайн буквально за пару минут. Государственные услуги нашим подразделениям оказываются как через единый портал государственных услуг, так и по предварительной записи по телефону и при личном обращении. Значительно облегчают работу использования портала государственных услуг, так как благодаря данному порталу улучшились взаимоотношения с гражданами, уменьшились очереди, у граждан появилась возможность выбирать удобное время для записи и посещения ГИБДД. Также у граждан появилась возможность получать услуги без посещения ГИБДД. Качественно оказанные услуги дарят каждому обратившемуся хорошее настроение. Одной из довольных клиентов сегодня оказалась кунгурячка Татьяна Абмачевская. Все прошло оперативно и легко. Улыбаясь, делится женщина. Так, мы получали услугу поставить машину на учет, но оценка пятибалльная. Мы подъехали к десяти часам и вот уже все. Сказали через час подъехать. Не оставляет без внимания работу подразделения Общественный совет межведомственного отдела Кунгурский во главе с его председателем Владимиром Власовым, регулярно посещая регистрационно-экзаменационное отделение для контроля за качеством оказания государственных услуг, полагаясь в первую очередь, конечно же, на отзывы граждан. И мы сегодня в очередной раз увидели, что, в общем-то, организация вполне нормальная. Нареканий, а мы каждый раз спрашиваем у людей, которые здесь пришли и обратились к сотрудникам ГИБДД, никаких не поступает. В общем-то, все организовано в соответствии с тем законодательством, которое существует на сегодняшний день. Уже в воскресенье, 13 февраля, сотрудники регистрационно-экзаменационного подразделения отметят свой профессиональный праздник. А пока каждый из них усердно продолжает выполнять свои должностные обязанности на благо жителей нашего округа. Мы хотим пожелать каждому из специалистов стойкости, вдохновения и, конечно, успехов во всем. Пусть ваша непростая и очень ответственная служба и дальше приносит пользу обществу. Впереди полувековой рубеж, который, мы уверены, станет началом нового и не менее насыщенного пути. Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». С сегодняшнего дня и до понедельника включительно дорожные полицейские Кунгурского муниципального округа проведут рейд «Опасный водитель». Это традиционное мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП, в том числе и с участием несовершеннолетних. Полицейские напоминают, за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителя ждет административное наказание в виде лишения права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уголовная ответственность. Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 620-02-102 или 281-39. Молодежный библиотечный информационный центр «Сфера» стал победителем в Азии «Бриз» – открытом ежегодном молодежном фестивале современного визуального искусства в Екатеринбурге. Мероприятие проводится на протяжении 17 лет. Наряду с традиционными косплей-номинациями в этом году организаторами феста была предоставлена возможность принять участие в онлайн-конкурсе «Видеокосплей» – любительский фанатский видеоролик, смонтированный с использованием исходной музыки и видеоматериалов, созданных самими участниками. Члены коллектива молодежного центра «Сфера» Ульяна Гученко и Анна Гришина при поддержке волонтеров Василины Кириченко и Данилы Дрёмина сняли видеоролик по мотивам аниме «Проза бродячих псов», который и стал победителем. Поздравляем активистов с блестящей победой! Кунгурский музей-заповедник запускает акцию «Дарение родом из СССР». В год столетнего юбилея пионерской организации «Столетие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик» приглашаем всех неравнодушных к истории жителей округа принять участие в акции «Дарение», продлиться которая с 15 февраля по 15 мая. Музей с благодарностью примет в дар предметы ушедшей эпохи – документы, фотографии, личные вещи, сувениры и многое другое. Передать их можно с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по адресу художественного музея. Кунгур, Степана Разина, 39. Телефон для справок 2-23-19. Во вторник, 15 февраля, с 10 до 11 часов Кунгурской городской прокуратуре Кунгурским городским прокурором Екатериной Сотниковой и начальником отдела судебных приставов по Кунгурскому, Кишерскому и Березовскому районам Юлией Филипповой будет проводиться совместный прием граждан по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве. Встреча состоится по адресу Октябрьская, 30, в конференц-зале, расположенном на третьем этаже и будет проходить соблюдение всех санитарных требований. Обратиться на прием можно по предварительной записи по телефону 2-30-69, 2-46-73 и 2-23-88. Следующая наша постоянная рубрика «Ответ прокурора». В ней кунгурский прокурор Екатерина Сотникова рассказывает об ответственности за размещение рекламы наркотических веществ. Сотрудниками полиции совместно с представителями общественных организаций, представителями органов местного самоуправления ведется активная борьба с наружной уличной рекламой, пропагандирующей употребление наркотических средств. Если вы видите на стенах фасадных зданий, административных зданий информацию, которая пропагандирует употребление наркотических средств при приобретении этих веществ, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, в органы местного самоуправления, либо в свою управляющую компанию, которая незамедлительно примет меры к ликвидации данных надписей. Следует помнить, что распространение уличной рекламы данного вида увеличет за собой уголовную ответственность по двум статьям. Первая статья – это вовлечение в употребление наркотических средств, которое предусматривает ответственность до 15 лет лишения свободы. Также данные действия могут быть расценены как покушение на сбыт наркотических средств. Ответственность за это серьезнее, наступая до 20 лет лишения свободы. Лидер группы «Собаки Качалова» приехал в Кунгур, чтобы представить свою первую и, как утверждает автор, не последнюю книгу. Название привлекает внимание, глядя на дым. О чем книга автора расскажет Полина Карачева. Сегодня наш кунгурский округ посетил рок-музыкант Макс Ильин. В библиотеке имени Хлебникова исполнитель и писатель представил свою первую книгу, которая носит название «Глядя на дым». В ней собрано воспоминания участника Свердловского рок-клуба, то есть самого Максима Ильина. В 90-е годы я создал группу «Собаки Качалова». Группа была федерального значения. Наши песни крутили «Русское радио», «ТВ России». Но я как бы не сознательно не пошел по пути шоу-бизнеса, продолжил свое образование, окончил университет управления, работал много лет продюсером звукозаписывающей компании и всю жизнь занимаюсь музыкой. Спустя четверть века после основания рок-группы музыкант активно занимается продюсированием, преподает уроки гитары, исполняет свои песни и с недавнего времени стал автором собственной книги. В ней он вспоминает о первых выступлениях легенд русского рока, групп «Наутилус Пампилус», «Чаев» и других. Также автор делится впечатлениями от общения с музыкантами. В книгу вошли и истории путешествий Максима Ильина по нашей стране. Вы знаете, какие-то заметки я, наверное, начал делать в 2007 году, какие-то случайные обрывочные записи. Систематически систематизировал все это, примерно начиная с 2019 года. Что-то дописал, что-то отредактировал, что-то жизнь опять на жена веяла. Например, в книге есть глава про город Армавир. Я там был летом 2021 года. Впервые я там побывал. И ребята сказали, наш город упоминается в мировой литературе всего один раз. В романе «Мастер Маргарита» теперь уже в двух. На презентации книги автор зачитал некоторые отрывки своих заметок, которые собирал много лет. Заметки из прошлого заставляли зрителей смеяться, восторгаться и даже смущаться. Например, история про звука оператора группы «Чаев» не оставила никого равнодушным. Алексей вежливо просит уделить ему немножечко тоже внимания, на что получает очень вежливый, но исчерпывающий ответ «Отвали, дай послушать, как поет!» И Алексей начинает взывать к здравому смыслу «Кто поет? Он поет!» «Ну-ка, посмотри сюда, видишь, поет! А вот не поет!» Максим Ильин рассказал много интересных моментов начала карьеры. Из мира шоу-бизнеса и о том, как снимался в одном из фильмов. Это книга о времени от магнитного магнитофона до сегодняшнего времени. Рассказы о детстве, юности, первых концертах и фестивалях. О записях песен, гастролях от Балтики до Тихого океана. Читается на одном дыхании. Ввиду того, что тираж книги ограничен, приобрести ее можно только через онлайн-магазин. Ребята танцевальной группы «Джем» Колоссовского центра досуга – настоящие артисты. Они умеют и могут все. В первую очередь, конечно, танцуют. Также замечательно играют роли в спектаклях. Поют, читают стихи, мастерят поделки, показывают моду и даже умеют играть на барабанах. Своим творчеством коллектив делится с кунгуриками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, на-на-на, лапите, вот моя волна. Ведь этот мир он так прекрасен, и в него я влюблена. Не надоели переписки, просто я хочу гулять, хочу любить и веселиться. Громко петь, и танцевать, и я свободно буду птица. Зацените мой полет, во мне энергия и стыдься, и моя душа военна. Он меня так тянёт, хулиганит. До меня тянет, хулиганит. До меня тянет, хулиганит. До меня тянет, вот и всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня так тянет хулиганить У меня так тянет хулиганить У меня так тянет хулиганить У меня так тянет вот все У меня так тянет хулиганить 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 12 февраля в Кунгуре пасмурно, возможен снег. Температура воздуха ночью минус 10, днем минус 4. Атмосферное давление 746 мм втутного столба. Ветер южный 3 м в секунду. Редактор субтитров А.Егорова С понедельника по четверг с 8 до 13.30. В пятницу с 8 часов до 13.00. Кунгурской городской станции скорой медицинской помощи требуются водители автомобилей скорой медицинской помощи для работы в подразделениях, расположенных на территории Кунгурского, Ординского, Березовского, Кишерского, Уинского муниципальных округов, а также Октябрьского и Суксунского городских округов. Возможно, временное трудоустройство, работа по совместительству. Обращаться по телефону 8 908 276 58 40. Ветер южный 3 мм втутного столба. Ветер южный 3 мм втутного столба. Я Маше предложение буду делать. Ну, серьезно, серьезно. Созрел, да. Куда мы так торопимся? Езжай! Ай, ну где ты, блин, возьми трубку уже, ё-моё! Ай, ну где ты, блин! В муниципальном бюджетном учреждении Кунгурская городская служба спасения открыты вакансии на должность спасателя. Необходимое требование – иметь квалификационную категорию водителя автомобиля категории «Б», отсутствие ограничений по здоровью, образование не ниже среднего профессионального или в данное время прохождение обучения на заочном отделении. Важна обучаемость, коммуникабельность, ответственность. Вид работ – проведение аварийно-спасательных работ в составе группы оперативного реагирования. График работы – сутки через трое. Собеседование и резюме принимаются по адресу город Кунгур, улице газеты «Искра», 1, телефон 3306, в рабочие дни с 8 до 17. Субтитры создавал DimaTorzok Однако артезианская скважина, находящаяся в живописных лесах Янаульского района, все же наделяет свою воду определенными вкусовыми свойствами. Для тех, кто пробует ее впервые, она может показаться сладкой, а некоторым соленой. Наша вода – кристальная роса и октау рождается из-под земли, с глубины 80 метров с артезианской скважины. Вода у нас очень хорошая, поэтому фильтровать ее приходится по минимуму. Вода у нас живая, обратный осмос не используется, природная, качественная. Сам завод, как и скважина, находится рядом с селом Амзя. Этот район считается экологически чистой зоной, находящейся вдали от различных производств, что объясняет богатый минеральный состав почвы. Наша вода соответствует всем нормам производства. На каждую партию мы сдаем анализ санэпидемстанции, получаем протокол испытаний, работаем. Вся нормативная документация имеется. Само производство достаточно незамысловато и состоит из нескольких этапов. Вода из скважины под землей проходит по трубам и поступает в накопительный бак в цехе. После она направляется на систему фильтрации. Далее жидкость обрабатывается ультрафиолетом и озонируется. На последнем этапе воду разливают по емкостям, и готовая продукция отправляется на отгрузку заказчику. Со всеми этапами успешно справляется небольшой и дружный коллектив из семи сотрудников. Наша компания основана в 2014 году. За время своей работы мы обрели большое количество благодарных клиентов. У нас обширная география продажи воды. Это Пермский край, Удмуртия, Башкирия, конечно же. По многочисленным просьбам с 2021 года, с начала этого года, мы начали продажи нашей продукции и в городе Уфа. В планах у компании выход на крупных ритейлеров. Мы здоровья всем желаем, воду на дом доставляем. Только с чистой водой будешь долго молодой. Срочно нужна живая вода? Звони 412-82. Хорошо, когда ремень безопасности пристегнут. Только в этом случае он спасает жизнь и здоровье в ДТП. Пристегнитесь. Или пристегнут вас. Редактор субтитров А.Семкин